Представляю Татьяну Яковлеву, директора по рекламе и маркетингу компании Вьет Кафе и Василия Диченко из фабрики лояльности. И Ваш доклад называется «Кейс лучшей цифровой программы лояльности. Карта постоянного гостя в Вьет Кафе». Есть те, кто уже были во Вьет Кафе? Поднимите руку. Смотрите, достаточно много. А кто пользуется приложением? Давайте поприветствуем наших гостей. Добрый день. Еще раз. Меня зовут Василий Диченко. Я возглавляю компанию «Фабрика лояльности». Мы делаем коммуникацию между бизнесом и клиентом лучше с помощью таких вот мобильных телефонов, с помощью канала коммуникации. Татьяна Яковлева, директор по маркетингу и рекламе в сети Вьет Кафе. Пара слов. Сначала о том, пару слов вообще про этот кейс. Что в нем такого особенного? Во-первых, довольно-таки необычная ситуация, что сеть ресторанов – это не какая-то разовая компания, а некая работа на продолжительную какую-то активность. То есть один из самых главных показателей – это lifetime value нашего гостя. Только мобайл, то есть никакой какой-то TV-рекламы, наружной рекламы, чисто мобильный канал коммуникации. Все про это. И про счет эффективности. То есть мы очень старались по максимуму считать каждую копейку, именно насколько увеличились продажи. Дальше расскажет Татьяна о сети. Несколько слов о том, что такое Вьет Кафе, для тех, кто у нас еще не был. Итак, у нас сеть ресторанов вьетнамской кухни. Мы первая, единственная сеть подобного рода в Москве и в России. Можно следующую? Честная вьетнамская кухня. Почему честная? Потому что наши блюда настоящие. Вы знаете, в азиатских ресторанах, в японских много таких блюд, которых, в принципе, в Японии не знали. Они адаптированы, придуманы для рынка. Наши блюда истинные, вьетнамские. То есть мы выбирали именно те, во-первых, которые, в принципе, популярны в мире. Вьетнамская кухня сейчас в тренде. Мы выбирали самые хиты, которые понятны для западного человека по вкусу. А рецепты все истинные. То есть в этом наша честность. Ну, вьетнамская, потому что вьетнамская кухня – это… Да. Кухня, в принципе, в мире признана одной из самых здоровых и полезных. И действительно, каждое блюдо сбалансировано. Ну, знаете, наверное, что такое горячие, холодные продукты существуют. Вот эти блюда максимально сбалансированы по горячему, по холодному, по энергии такой положительной. Ну, если кто увлекается, да, этими темами. Ну, и три таких кита, на которых стоит вьетнамская кухня, и на которых стоит наша концепция, вьет-кафе. Три блюда. Вот вы сейчас видите три круга, в которых они изображены. В центре это суп-фо. Бульон варится 8 часов. Очень сытный, питательный, ароматный бульон. Рисовая лапша и свежая говядина. То есть, в принципе, понятный, простой для потребителя продукт нашего, да. Суп-лапша. Ну, очень вкусный и полезный. Обжаренные блинчики Немо и паровые блинчики Банькон. Вот три хита вьетнамской кухни, известной на весь мир, и которые являются нашим, нашим главным предложением. Что? Пожалуйста, следующий слайд все просят. Да. Мы существуем 2006 года. Сейчас у нас 11 ресторанов в Москве, плюс еще три, это экспресс, наш формат фастфуд. Один в Рязани, три в Алматы и в Лондоне мы открылись в марте этого года. Формат у нас это casual dining, то есть у нас средний чек 1150 рублей. Мы доступные, демократичные и, в принципе, кухня простая и понятная. Задача, которую мы хотели решить, когда вводили новую программу лояльности. Для нас было очень важно найти такой простой, легкий и, естественно, эффективный канал коммуникации с нашими гостями. Конечно же, нам нужно было повышать частоту посещений, и, конечно же, нам нужна лояльность наших гостей. Это три такие основные задачи, которые мы хотели решить. Ну, плюс мы любим все новое, и эта программа позволяет нам выделиться среди конкурентов. Я перейду уже непосредственно к решению, а начинать будет в каждом блоке, говорит Татьяна. То есть решение состоит из четырех блоков. На самом деле презентация довольно-таки большая, будем быстро по ней пробегаться. По желанию, если кто-то хочет, потом можно будет пройтись подробнее. Первый блок, собственно, сама программа лояльности. Татьяна? Да, но клиентская база раньше у нас была небольшая, это порядка четырех тысяч человек. У нас была обычная дисконтная система, ну, знаете, карточки, проценты, накопи, получи. И, конечно же, благодаря этой системе не было понимания, насколько часто ходят гости, и не было возможности работать с этой базой активно. Собственно, что мы сделали? Мобильное приложение в Ядкафе, которое устанавливается на телефон, работает практически на всех существующих продаваемых мобильных телефонов. Значит, такие вот промо-материалы размещаются в ресторане. В мобильном приложении, во-первых, оно выполнено, разумеется, в фирменном стиле Ядкафе. В приложении в основном карта постоянного гостя, новости, акции и программа лояльности. Что очень важно, то, что все приложение сопровождается с красочными картинками, чтобы у всех у нас стекли слюнки, чтобы повысить конверсию всех рекламных компаний через приложение. Работает очень просто. Карта постоянного гостя предъявляется в конце заказа просто вот так вот с экрана мобильного телефона. Сотрудник, официант с помощью специального устройства, считывает этот QR-код, и гостю практически сразу начисляются баллы. За баллы гость может получить какое-то количество подарков из меню, вот, например, тот самый знаменитый субфо. Соответственно, транзакции тоже валидируются через QR-коды, через сканирование. Важный момент был переход от предыдущей дисконтной программы лояльности. Мы предлагали всем гостям, кто хочет отказаться от пластика, перейти в мобильный более современный вариант и получить за это дополнительные какие-то баллы. Прошло довольно-таки успешно. Цифры будут тоже быстро пробегаться. Здесь, наверное, самая важная цифра – это для одного ресторана более 3000 гостей. Это люди, которые скачали приложение. И каждый день в каждом ресторане порядка 13 человек добавляется к этой цифре. Понятно, что мы получили в том числе и какие-то данные о этих гостях, и можем с ними дальше общаться. Интересно по поводу аудитории. Аудитория самая разная от самой, например, в центре, где активная молодежь, там такая вот аудитория, а в торговом центре Мега, например, совершенно другая аудитория основная. Активность, ну вот цифры, которые здесь видны, у пользователей программы лояльности средний человек больше, тут само собой, и они довольно-таки серьезный оборот всех покупок осуществляют. Интересный вопрос, почему гости, собственно, пользуются мобильным приложением. Вот менее разделились. Тем не менее, самое главное – это никакой образом не какая-то экономия, это приятные эмоции. То есть гостям приятно получать подарки, они получают счастье. Гости стали ходить чаще, по крайней мере, они так говорят, отвечая на вопрос, там, одного из запросов, который мы проводили. То есть 42% сказали, что стали посещать часть после того, как начали пользоваться приложением. Теперь дальше второй блок, то есть на основе вот этой базы программы лояльности электронной мы пытались увеличить выручку с помощью каких-то дополнительных акций. Здесь дальше Татьяна расскажет. Моя роль говорит, что, как все было плохо. Ну, естественно, не было возможности, когда мы проводим какие-то акции, сегментировать аудиторию с нашей старой программой. И это была важная задача. Мы формируем определенное предложение, кому мы его адресуем, и необходимо донести информацию. Что мы сделали? Вот этот график, на самом деле, самый замечательный. Важно понимать, что так как мы фиксируем, по сути, каждую транзакцию, мы понимаем, кто когда сходил сколько раз, на какие суммы, какой состав покупки. Соответственно, все мы это можем анализировать. Вот, например, один из очень интересных графиков – это график лояльности. График, ну, как бы, там, можно сказать, график оттока гостей. Мы его больше любим называть график лояльности. Он показывает, что, например, вот в апреле, видите, такой зеленый столбик – это новые гости сети, которые зашли, заинтересовались, соответственно, мобильным приложением, те же самые, там, 10 человек каждый день в каждой точке. И из них, как правило, ну, примерно процентов, там, 10, 15, 20 остаются лояльными, то есть гарантированно после этого посещают объект-кафе в течение, там, примерно, 4-5 месяцев. Что здесь важно, это здесь вот этот вот, как бы, такой бутерброд, как видите, получается, такой сэндвич из, можно сказать, гостей разных месяцев, которые пришли. Все время есть поток новой аудитории, но, тем не менее, вот это вот ядро лояльных гостей, которые постоянно ходят в объект-кафе, оно постепенно увеличивается. Это очень важно. Что мы можем делать с вот этим вот зеленым столбиком, да, спрашивайте. Вот зеленый столбик был, 80% из него на следующий месяц не посетили в яд-кафе. Что мы сможем с ними делать? Об этом дальше слайды пойдут. Во-первых, мы можем гостям отправить персональный подарок, тем, кто давно не ходил, мы отправляем, например, подарок, те самые блинчики Немо. Считаем полностью всю статистику, с точностью до последней копейки, сколько мы заработали с этой акцией. Рассылки от событий также, то есть, например, в данном случае на майские праздники нужно было дополнительно привлечь аудиторию, соответственно, тоже мы такими рассылками активируем ту аудиторию, которая неактивна, которая давно у нас в яд-кафе не была. Тоже считаем выручку. Поздравление с днем рождения. Замечательная традиция. К гостю приходит персонализированное, красивое предложение поздравления с днем рождения. Он получает подарок бутылку вина. Самое интересное то, что гости, в принципе, могут приходить, ничего не заказывать, и получить бутылку вина, по факту он генерирует тройной чек. То есть гости лояльные, они приходят в праздную банкет. Конкурсы проводились через приложения, то есть то самое, как раз о чем говорилось в предыдущих докладах, анализ покупок. Мы промоутировали весеннее меню в яд-кафе и делали конкурс на статистику, кто больше всего накушает из весеннего меню, соответственно, победитель этого конкурса. Получаются такие вещи организовать. Приз был велосипед электрон. Второй блок – это, собственно, был запуск акций. Теперь следующий, третий блок – это контроль качества обслуживания и обратная связь. Здесь также передаю слово Татьяне. Обратная связь для нас очень важна, то есть мы работаем для наших гостей, и, естественно, мнение наших гостей для нас в приоритете. То есть задача для сотрудников компании, которые напрямую работают с гостями, на обратную связь, давать обратную связь на отзывы в течение дня, максимум два рабочих дня. Раньше у нас были, до нашей новой программы «Лояльность», у нас были обычные анкеты, которые гости заполняли. Ну, естественно, это не мобильно, то есть обработка этих анкет занимает время. Работа с отзывами не была такой быстрой, как нам бы хотелось. И если мы хотели провести какие-то исследования, то нам приходилось, опять-таки, если это внутренние исследования, прибегать к каким-то таким старым методам, к анкетам и так далее. И как мы от этого ушли? К чему мы пришли? Как мы от этого ушли? Во-первых, каждому гостю после того, как он воспользовался картой постоянного гостя, предлагается в удобной форме очень быстро оценить качество обслуживания. В итоге мы стараемся получать отзыв, по сути, с каждого посещения, с каждого гостя в каждой точке сети. Таким образом, мы получаем огромное количество отзывов, причем, как правило, отзывы ценными комментариями. Идея здесь в том, что, как правило, человек не дойдет до сайта, например, чтобы оставить отзыв о том, что было, допустим, немножко холодно или музыка не совсем-то играла. Если у него этот способ поставления отзыва удобный, он это делает. Поэтому мы получаем тут самую ценнейшую информацию, которую до этого никогда не получали. При этом, если что-то пошло не так, то тут же можно связаться с этим гостем, исправить ситуацию, так называемый win-back. Это то, что получалось сделать в большом количестве случаев. Ну, статистика говорит сама за себя. Несколько раз увеличилось количество обратной связи и вообще огромное количество отзывов, которые можно анализировать и делать какие-то соответствующие выводы. Если говорить про опросы, то мы буквально нажимаем одну кнопку, готовим список из 20 вопросов, которые хотим задать нашим гостям, и буквально за 96 часов получаем опросы от 2000 гостей. То есть, по сути, исследование, которое можно было проводить месяц-два и платить за него огромное количество денег, мы получаем вот так вот просто за три дня. И, разумеется, получаем ценнейшую информацию, то, которая нам нужна. Это отзывы и обратная связь была. И последний блок – о продвижении в социальных сетях. И у вас три минутки. Да, ну, в принципе, в соцсетях мы работаем хорошо, у нас жалоб не было на соцсети, но, конечно же, нам хотелось лучше, нам хотелось больше расширить нашу аудиторию, сделать, помочь нашим гостям, как, как это сказать, привлекать, что ли, своих друзей. Ну, это немножко неудобно, да, своим гостям что-то рекомендовать своим друзьям. Ну, для многих есть барьер в этом, да, буду ли я рекомендовать своим друзьям. Приходи в этот ресторан, ну, мне что за это платят? Ну, а мы платим. Мы за это платим, и наши гости действительно стали рекомендовать. Да, на самом деле, вот группа «Едкаф» очень классная, я сам с удовольствием читаю те посты, которые делаются. Но, опять же, проблема в том, что я, например, как лояльный посетитель «Едкафе», у меня есть там 300 друзей, допустим, в «Контакте», которые, по идее, могли бы получить от меня рекомендацию, но я, как среднестатистический пользователь, не пишу каждому там личные сообщения, что сходи в «Едкафе» или там пользуйся услугами кого-то, да. А как сделать так, чтобы это происходило? Мы делали в приложении, соответственно, функцию «Расскажи другу», то есть «Проведи другу в «Едкафе», и получишь за это 100 баллов в программе лояльности». Значит, можно сделать, по сути, практически нажатием одной кнопки «Пост» на своей стене в социальной сети, и друзья, которые увидят, соответственно, вот это в ленте новостей, попадают на специальную посадочную страницу, в которую мы, понятно, привлекаем гостей в «Едкафе». Статистика, которую собираем, довольно-таки здесь тоже интересно. Там полторы тысячи вот этого «Посты» на стенах. Если вы сейчас зайдете в «Контакте», например, введете там «Едкафе», вы увидите, что прямо сейчас люди постят на своих стенах, и посмотрите, сколько у них друзей, подумайте над тем, какой охват это имеет. Значит, интересно, что из двух тысяч установивших приложения 57% реально дошло до заведения. То есть люди не просто так установили приложение, потому что они хотят именно прийти и подпользоваться подарком. Включение группы в соцсетях, то есть за баллы мы можем, с помощью баллов мы можем как-то модифицировать, скажем так, поведение гостя. Приглашаем его в группу ВКонтакте, в группу Фейсбук. Соответственно, получаем реальных подписчиков, ну, практически там по очень низкой цене. Режимы. Передаю слово Татьяне. Ну, оптимизация затрат, конечно же, то есть мы ушли во многом от полиграфии в цифровую реальность, мы не печатаем пластиковые карты, у нас нет затрат на какие-то, даже при проведении акций мы меньше тратим средств на какую-то полиграфию, и так далее, другие каналы коммуникации. И, конечно, качество обслуживания повысилось, потому что мы имеем очень активную систему отзывов, мы работаем с обеспечиванием обратную связь, ну, достаточно эффективную. И, конечно же, у вас показатели, в принципе, не хочется повторяться, можно просто сказать, что за 8 месяцев, ну, примерно 7 миллионов программа принесла, если говорить о каких-то вот акциях, которые мы проводили при помощи нее. И 30% выручки нашей, которые обеспечивают пользователи программы, это тоже, в общем-то, хороший показатель. Надо добавить, что в левой части слайда это то, что, скорее всего, мы точно посчитать не можем, а в правой части слайда это так называемая оценка снизу. То есть если мы знаем, что гость, например, 5 месяцев не ходил, мы ему прислали подарок, он пришел, покушал на 1500 рублей, значит, мы знаем, что именно благодаря приложению он пришел, соответственно, это 1500 рублей, мы считаем вот в правой части слайда. Слева, насколько увеличилось, тут уже вопрос тонкий. Это надо как-то более детально смотреть. Вот такие результаты. Ну, можно просто почитать. Это отзывы наших гостей. В принципе, отрицательные отзывы занимают где-то порядка 50%, в основном они положительные. Конечно, для нас большой подарок. И этими отзывами мы очень гордимся. Мы их с удовольствием перечитываем. У нас есть такая внутренняя система, socialcast, где мы общаемся, такая соцсеть нашей компании. И в ней есть книга «Жалобы и предложения». Мы туда выкладываем все положительные отзывы из программы. Потому что не каждый сотрудник ресторана зайдет в программу лично. Но эти отзывы мы, директора рассказывают, передают нашим сотрудникам в собраниях. Мы ими тешимся, радуемся. И большое спасибо нашим гостям. Цифры цифрами. Но вот на самом деле самое главное, что мы получаем, это любовь, счастье гостей, улыбки на лицах людей. Ну и последний слайд, называется «Будущее уже наступило». Говорит о том, что сегодня все больше и больше брендов начинает коммуницировать с гостями, с клиентами не по принципу broadcast, а какую-то более персональную коммуникацию, более удобную коммуникацию с брендом. И вот такой замечательный плакат, он висит, по-моему, даже на входе в многих ресторанах в ЕД-кафе. Это о том, что когда-то там кассетные магнитофоны вымерли, ну, наверное, пошла пора и дисконтных карточек в пластиках. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Мне кажется, я знаю, куда пойду сегодня вечером. Спасибо. Никак не решался, но пришло время. Куда вы пойдете? В какой ресторан? В Магбан, тут ребята. В территориале не решил пока. Но, может быть, мобильное приложение мне поможет. Позволю первый вопрос задать, а потом передам вопрос в зал. Мне, как руководитель агентства, в данном случае интересно, какая команда работает на этом проекте. Понятно, вот там дизайнеры, программисты. Кто еще во всем этом участвует? Со стороны клиента и со стороны агентства? Ну, у нас, в принципе, отдел маркетинга небольшой, четыре человека, и один человек занимался программой. Менеджер проекта, назовем так, с вашей стороны. Ну, у него есть и другие обязанности. Понятно. С нашей стороны, это питерская команда, она порядка сорока человек. Это разработчики, поддержка. Не, ну, конкретно на тем, чтобы разработать структуру приложения. Понятно, вот разработчики, все понятно, да? Программисты, дизайнеры. Вот суть, чтобы продумать логику, алгоритмы, последовательность, принять решение, что вот это главное, вот это второстепенно. Вот это интересно. Ну, тут, скорее, с нашей стороны есть аккаунт-манеджер, который ведет проект, собственно, с опытом запуска подобных проектов. С опытом каких-то знаний о том, как что-то работает, как что-то не работает. И директор по маркетингу, которого постоянно консультирует, как-то передает знания. То есть, по сути, непосредственно вот с принятием каких-то предложений для Ведкафе, это два человека. В основном, это, конечно, команда здесь, это, понятно, разработка, поддержка, дизайн. Хорошо, спасибо. Был вопрос. Да, у меня на самом деле несколько вопросов. Я встаю, у меня проводов много. Илья Слонский, Диазайн, тоже агентство, как и вот моя коллега. Смотрите, я знаю, что у вас эта платформа, и, например, у нас нет Ведкафе, но есть идеальная чашка, и вот, собственно, пользователь приложения идеальной чашки, те же звездочки, те же баллы, те же подарки. И, соответственно, насколько под различных клиентов с разными моделями вы кастомизируете, что вы меняете, почему вы меняете, как вы меняете, и насколько, соответственно, сознательно выбирают платформу, а не кастомное решение клиента. Какой прекрасный вопрос. Да, действительно, то есть, в принципе, наше решение, которое мы делаем, это платформа, которая кастомизируется под каждый бренд отдельно. То есть, понятно, что для Burger King and Bread совершенно другие задачи, не такие, как для casual dining ресторана. И масса других примеров других типов бизнеса. Так или иначе, есть некая платформа. Платформа кастомизируется. Кастомизируется, разумеется, дизайн, кастомизируется контент, кастомизируется то, как непосредственно осуществляется коммуникация, кастомизируются функции приложения. И мы, на самом деле, все дальше и дальше идем в сторону кастомизации. И сейчас в связи с обновлением трендов в интерфейсе, у нас тоже дизайн приложения будет, разумеется, обновляться. и будем идти все больше и больше в сторону кастомизации, чтобы два приложения были максимально отличными друг от друга. А если говорить о сравнении какого-то кастомизированного решения и решения на платформе, ну тут просто, наверное, нужно понять, что это далеко сейчас не все понимают, но понимают, как правило, после года неудачных каких-то попыток. Вот построение действительно серьезного инструмента для коммуникации с гостем это на самом деле сложнейшая задача. И сделать ее с нуля, это все равно, что ракету с нуля разработать. Проще гораздо сделать какое-то готовое решение. И в Штатах, и в Европе в основном все пошли по такому варианту. Пожалуй, единственный проект, который сделан чисто с нуля своей командой разработки, это Starbucks. Очень успешный, кстати, проект. Но в нем, понятно, десятки миллионов долларов вложены, и годы огромной разработки, и еще там они его поддерживают еще больше. Спасибо. А что вы делаете с теми людьми, у которых были пластиковые карточки? Они поддерживаются все еще, или вы махнули на них рукой, и вы нам не нужны? Нет, мы не махали. Мы всех гостей, у которых были карточки, привлекли в программу лояльности, они даже не сопротивлялись. Один к одному, то есть никто не остался там в 19 веке? Нет, никто с Бартон. И Петербург, да, тоже есть в планах. Спасибо. Спасибо. Престаньте, прицепьте, пожалуйста. Михаил Гусманов. Неудобно стоять, мешает людям. Прозвучала цифра такая, 7 миллионов дополнительной выручки. Банально считаем на 8 месяцев, делим на 18 ресторанов, на количество дней в месяце, получается полторы тысячи рублей выручка добавилась в день. Если учесть, что у вас там выручка в ресторане, гипотетически 100 тысяч рублей, то это полтора-два процента в максимум. А, если только шьют еще спортивные костюмы. Ну, то есть, с точки зрения вот диджитала, да, прибавка там в выручке, да, на уровне погрешности, да, то есть, объясните, вот эту всю математику, да, она как-то увязывается, да, там, с повышением, ну, доходности там ресторанов, либо она направлена все-таки на то, чтобы удерживать людей, то есть, да, чтобы они не уходили, да, после того, как поели один раз, то есть, чтобы выручка не падала, либо какие-то перспективы еще есть у вас, то есть, включите, пожалуйста, слайды попросили. Михаил, очень точно, 1620 рублей 37 копеек у меня получилось. Нет, на самом деле, надо не на 18 делить, 18 – это все рестораны в нашей сети, из них три – это экспресс, там не действует, три – Алматы, там тоже пока не действуют, там проблемы. С седьмым мукипером. С седьмым мукипером. С седьмым мукипером. Да, где-то пополам, да, один ресторан. Даже три тысячи – это немного, это погрешность статистическая. Ну, естественно, конечно, это дополнительные возможности. Ну, вы совершенно правильно сказали, что для нас важна именно частота посещений, и она… Нет, но она пропорционально должна быть в выручке. То есть, если у вас там 1150 рублей, там, средний чек, да, то, соответственно, чем человек чаще ходит, выручка-то должна расти покруче. Ну, хотя бы, там, не знаю, 10%. Ну, уж, то есть, сопоставимы ли затраты, да, на разработку системы вот такой, да, сложной, на то, что там на выходе, да, вы получили, да? Да, вы знаете, мне просто есть чем сравнить. Я до Вьет-Кафе работала в компании Арпиком, это Гудмон, Фельмонов, Янкель, Колбасов. И я просто знаю, что 32 тысячи гостей в Баде – это очень много для ресторанной сети. В разы меньше база в этих ресторанах была. И 5700 активных пользователей – это очень много для ресторанной сети. И на фоне, ну, такого экономического спада, да, который мы сейчас, в котором мы живем, мы, ну, можно как бы разные прогнозы строить, да, но мы считаем, что наша выручка могла быть хуже, если бы не костяк наших постоянных гостей, которые ходят, которых мы удерживаем, и в том числе и благодаря этой программе. Спасибо. Я вот добавил очень важный момент. Смотрите, тут еще раз, я даже на эту тему там целый доклад делал в июне на конференции программы лояльности, именно оценка эффективности программы лояльности. Вопрос такой очень сложный. Тут важно понимать, что разделяются именно две категории оценки. Первая – это как бы снизу вверх, вторая – сверху вниз. Оценка снизу вверх – это оценка по каким-то запущенным компаниям, которые были запущены. То есть вот запустили мы какую-то рассылку, отлично работает, не запустили, например, не запускали что-то, соответственно, не генерируется какая-то дополнительная врачка. То есть тут нельзя назвать, что это именно эффект всей программы лояльности и все. Это просто эффект тех рассылок, которые мы можем посчитать. Но то, что мы там окупают в несколько порядков раз затраты на программу лояльности, это как бы само собой, это просто то, что мы можем посчитать. То, что мы в теории как-то можем предположить, посчитать, но, скажем так, не имея смелости как-то там утверждать, это как раз вот оценка какая-то сверху вниз. То есть если мы видим, что вот это ядро постоянно гостей увеличивается, если мы видим, что гости действительно сказали, что они чаще ходят в ЕД-кафе просто как пользуются приложением, то тот результат, который, собственно, мы видим, либо какой-то рост, либо не сильное уменьшение на фоне рынка, это, скорее всего, есть результат всего остального, что тоже важно. Точно прогнозировать его, сказать это там 40 миллионов рублей, 150 миллионов рублей или там 10, сейчас пока что мы не готовы, это отдельно серьезный вопрос. Я думаю, что когда-нибудь мы и к этому придем, когда получится такая уникальная формула просчета, психология человека, которую мы сможем получить. Василий, спасибо, давайте попробуем успеть один вопрос. Еще один вопросик, можно? Вы сказали, что вы бесплатно проводите опрос, да, бесплатно опрос, там, ну, через свою интерактивную систему, да, люди отвечают, там, 2000 человек, вам сразу быстро отвечают. Вы за это ничего не даете, даже тарелку супа там бесплатно? Даем, 150 баллов. Ну, значит, платите. Платим, да. А вы сказали, платите, то есть, я не знаю, кого заставить ответить на 20 вопросов, да, но не заплатить. Ну, гапец. Нет, смотрите, тут важно сравнение, да, либо мы платим там миллион рублей какому-нибудь там маркетинговому агентству, которое уходит с анкетой, там кого-то спрашивает, либо мы платим товаром. Три тарелки супа. Да, товаром, причем… Две тысячи лампы, конечно. Причем по статистике порядка там 30-40% баллов, они в любой момент времени не активируются, не погашаются, то есть люди просто любят очень копить, поэтому как минимум надо делить на три, потом еще считать себе стоимость. Спасибо, времени у нас осталось немного. Ничего страшного, люди попробуют суп, потом лояльность, второй раз купят, он вкусный. Ну что, еще один вопрос, еще что-то? Нет, все. Шучу, конечно. Спасибо, нет, я согласен, что должны быть правильные вопросы. Нет, если тарелка супа 5 долларов стоит, две тысячи, это 10 тысяч долларов. Стоимость акции, ну, условно. Вот это уровень, вот это конференция. Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, что когда ты большая транснациональная компания, то, конечно, там тебе подобные проекты могут быть не такими сложными, да, ты там валил много денег, у тебя есть. Но когда у тебя действительно там 18 ресторанов и сделать такую штуку, наверное, это неплохо. Мы, конечно, желаем вам, чтобы она начинала вам приносить больше денег и стоимость супа была еще меньше и маржинальность выше. Я, кстати, заметил, не по теме, спасибо организатору, неожиданно, логотип наш здесь классный, так приятно, спасибо большое. Давайте аплодируем наших докладчиков.